Друзья, привет! Расскажу вам немножко, что такое любовь, как я ее увидел. Любовь, влюбленность и что такое ревность. Это абсолютно немножко разные вещи. То есть, влюбленность, она возникает практически у всех людей. В том или ином виде, при тех или иных обстоятельствах, допустим, кто-то в кого-то влюбляется. Влюбленность, она быстротечна, может занимать несколько, может быть, дней даже, несколько месяцев. И там, как я понимаю, примерно не более трех лет. Вот, влюбленность. Влюбленность, она может быть таким наш пузырем. И противоположная сторона влюбленности – это ревность. Влюбленность, она очень сладкая. Она прям такая пленящая, вкусная, пьянящая, я бы сказал даже. Ревность, она горькая. Горькая и такая очень неприятная, прям такая сжигающая внутренняя. И на самом деле, любовь, влюбленность, влюбленность и ревность, по сути, это одно и то же. Но оно одно и то же в плане того, что это разные, как сказать, качки маятника. То есть, влюбленность качается в одну сторону, маятник – это противоположная, маятник качается в противоположную сторону, получается ревность. И так вот, маятник может так. Что между тем, когда, если, допустим, маятник посерединке остановится, там возникает любовь. Или она там не возникает, а там она присутствует. Или возникает. И любовь – это совершенно другое. Ее практически, на самом деле, ее, ну, много кто ее знает. Зачастую у людей возникает или влюбленность, или ревность, и туда-сюда маят, хай начат. Любовь, она бескомпромиссная. Ее очень многие путают с ней. Все остальное. Путают какие-то сыновни чувства. Путают материнские чувства. Путают отцовские чувства. И называют ее любовью. На самом деле это фигня. Зачастую это у людей возникает как чувство собственности, эксплуатации, желание обладать этим. Вот. Когда ты, например, видишь, ну, по крайней мере, я вижу, что такое любовь. То есть я ее в первый раз увидел два с половиной года назад. Что это такое. До этого я все время сомневался. Если она вообще, люблю ли я кого-то, да? Вот. А когда ты ее видишь, и ты уже можешь ее распознать, и ты увидел, что это такое, у тебя возникает такой маркер, по которому ты можешь уже определять, где она и как она выглядит. И как она пахнет, можно сказать, да? Вот. Поэтому, если ты уже знаешь, что такое настоящая любовь, ты ее можешь отличить от ревности и от влюбленности. Влюбленность, она очень сладкая. Очень сладкая, я бы ее даже знал, и приторно сладкая. И когда ты начинаешь по-настоящему любить, это, знаешь, маятник раскачался до влюбленности, и вот это маятник до ревности. А посерединке как раз-таки находится вот эта настоящая любовь. И когда ты знаешь, как выглядит настоящая любовь, ты сможешь увидеть влюбленность и ревность. И ты сможешь балансировать между этими двумя, как говорится, точками. Между влюбленностью и ревностью, да? И можешь фиксировать себя в любви ко всем. Потому что любовь или ты любишь всех, или ты не любишь никого. Без вариантов. Потому что если ты не любишь соседа, или не любишь тещи, или не любишь зятя, не важно кого. Ты не любишь на самом деле никого. Потому что кто-то для тебя говно, а ты вот рассказываешь мне, ты то любви. И на самом деле, как я увидел любовь, когда вот есть одно такое общее поле любви, она прям, она заливает прям все пространство, на самом деле. Она большая. И когда ты начинаешь, у тебя возникает любовь к какому-то близкому человеку, который в твоем поле появляется. Не важно, там это мужчина или женщина, да? Он просто появляется, этот человек, в твоем поле. Особенно, если, допустим, это противоположный пол, допустим, да? И там какие-то чувства возникали, как влюбленность, допустим, да? И вот это общее, я бы назвал как будто облако, да? Вот цельное такое, видели, овальные такие облака. И, ну, пускай это будет, ну, вот любовь, да, вот такая вот. Просто мы ее как бы очертили, как облако. И из нее исходит такое, знаешь, как воронка такая. То есть воронка, как будто это облако чуть-чуть отщипнули, как тесто. И когда у тебя к человеку есть какие-то чувства более глубокие, чем общая вот эта любовь, да? Вот эта вот вороночка такая вытягивается. Это, как, знаешь, это кусок теста, и ты такой отщипываешь, и образуется такой, как воронка, так в обратную сторону. И вот эта вороночка образуется каждому человеку. И чем более у тебя отношения глубокие с этим человеком, тем более глубокий вот этот отщип получается. Вот. Таким вот образом я увидел вот эту вот любовь, как она возникает к людям, которые в твоем поле, твоего вот этого видения, там, твоего пребывания возникают эти люди. И к ним такая же вот любовь идет. То есть они вырываются как бы из общего поля, более проявленные становятся для тебя. Так что так вот. Ну вот такая вот она любовь. Любовь. Да. Так что, если думаешь, что ты любишь, думай. Ну, я всем, на самом деле, желаю любви, потому что она, она не такая приторная и сладкая, как влюбленность. Потому что она такая, значит, стабильная. Вот, влюбленность, она нестабильная, она очень сладкая, она приятная. Вот. Ее противоположность – это явность. Всем желаю любви настоящей, которая вот посерединке, которая, ну, самое что ни на есть настоящей. Вот. Ну, что, ребятки, всех люблю, всех пока. Вот. Подписывайтесь на канал, кидайте донаты, кто может, помогайте каналу развиваться. Все, мои хорошие. Всем желаю. Это и настоящее. Это и волшебное. Пока, мои хорошие.